Экологически важный праздник. В Ивановской области стартовал Всероссийский день посадки леса. К назначенному месту полянки в Фурмановском районе с утра пораньше начали подтягиваться участники акции. Сотрудники лесничества, ИФЭНЕРГО, Комитета по лесному хозяйству и многие другие неравнодушные к проблеме. В стороне не остались и местные школьники. Ребята с радостью участвуют во всех лесных акциях. Это сельские школьники и они живут на природе, поэтому они активные участники вот этого зеленого ландшафта. Они сами ходят в лес, как только начинает весна и до самой поздней осени. В нашей школе уже много лет работает школьное лесничество радуга природы, поэтому эта работа по посадке леса для наших ребят не впервые. Почва на участке, где волонтерам предстоит высадить 15 тысяч деревцев, тяжелая и глинистая. Но эти условия идеально подходят для ели обыкновенной. Правильно посадить дерево – целая наука. Эта узкая стальная лопата носит название «меч Колесова». Его втыкают в землю, делая лунку, в которую помещают корни саженца. Затем на расстоянии примерно 5 сантиметров от лунки делают еще одну, чтобы освободить корневую систему от воздуха. Потом землю утрамбовывают, и через 60 сантиметров процедура повторяется со следующим саженцем. Высадить ели мало, в ближайшие два года за ними нужен определенный уход. Нужно обкашивать здесь траву и оберегать поросли от пожаров. Тогда уже через 7 лет высота ельника достигнет человеческого роста. Елка растет медленно, на первых годах своей жизни. Приживаемость можно будет увидеть на будущий год. Соответственно, на будущий год будет дополнение лесных культур происходить и уходы. Лес – огромный зеленый живой организм. Однако он беззащитен перед внешними угрозами. И главный из них – человек. Есть, конечно, и черные лесорубы. Но в основном у нас сейчас пожары, лесные пожары летом большой урон приносят. Конечно, еще посетители леса мусорят. Приходится убирать этот мусор. Лес – это богатство России. Благодаря празднику наш регион значительно обогатился. Всего в этот день в различных уголках области появилось более 53 тысяч молодых деревьев. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Фурмановский район.